Всем привет! Настал момент, скажем так, когда я расскажу о багах в Clown and Storm, так как много людей просили рассказать. Есть действительно баг, есть некоторые фичи, скажем так, но визуально я особо показать не смогу, это все будет именно, ну как, более озвучено и так более как бы на пальцах. Поэтому хорошо слушайте, смотрите то, что я буду говорить. Значит, существует, скажем так, как один основной баг. Это то, что во время самого клана инстанца, да, вот этого, вот клана инстанца, когда вы находитесь внутри, у вас есть всего лишь три жизни. То есть, если вас трижды убивают, то, соответственно, вы попадаете в город и назад вернуться не можете. Что делать с этим? Если вы там маленький уровень, для того, чтобы проходить, например, в принципе, можно проходить вот этот вот 20 звезд, можно проходить, скажем там, на 150 уровне и всего лишь по миллиону мужчин, ну там даже меньше. Я объясню потом как и принцип. Но не близнецы тоже. Немаловажно то, что вам нужно будет всегда иметь именно лабораторию. Для этого нужно создавать твинов, на твинах заливать тоже клан инстанц и находить именно лабораторию, там где будет один босс в конце. Значит, вы находите лабораторию на твинах, переходите с основы к твинам, там все впятером, скажем так, всем составом. Вот. И фармите, и потом назад возвращаетесь в свой клан. Штрафа нет, поэтому переходите быстро. Единственное, что в свой клан нужно будет закинуть твина, для того, чтобы клан не исчез. Ну, типа, как бы не распустить его. Вот. То есть, первоочередно, это то, что фармится только лаборатория. На близах можно, но там сложнее в разы и очень сложно, так, есть нюансы, скажем так. Значит, только лаборатория. Вот. Первый, скажем так, основной бах, это то, что можно зайти в 10 человек. Там 9, 9, не 10, 9 человек. Но я, как скажу вам, в принципе, этим багом не пользуемся, потому что он бессмысленный. Это нужно напрягать 9 человек, для того, чтобы пройти. Но это очень долго и нудно, и всех собрать, и это такой, короче, головняк. Но суть в чем? Как это делается? То есть, вы берете, нашли лабораторию, да, зашли в этот клан, там, где лаборатория, основой. То есть, один человек зашел, 4 места пустых. То есть, вы его открыли, например, заводите 4 человека, которые будут помогать вам. То есть, вы заходите в клан, например, ну, вот, основной состав, допустим, у меня там трибунал, да, все вот 5 человек, например. Я завожу 4 человека трибунал ТВ, грубо говоря. То есть, это люди с альянса, которые мне помогут. Они не получат награду, и у них не засчитается клан-инстанс. Вот. Значит, я открываю клан-инстанс основой, то есть, главой, то есть, трибуналом, да. Эти 4 человека, трибунал ТВ, заходят внутрь, то есть, они нажимают войти, вот так вот. После этого, я не захожу, то есть, я остаюсь в городе, глава клана остается в городе. После этого, я беру и их выбрасываю, то есть, я беру их всех удаляю, но они остаются внутри клан-инстанции, они там, внутри примерочной, то есть, они еще не зашли внутрь. После этого, сюда же дают быстренько приглоз основа, то есть, еще 4 человека, 3-4 трибунала, грубо говоря. Я их принимаю, и они опять же заходят внутрь. Вместе с ними захожу и я, и после этого, я же говорю, то есть, сейчас здесь будет не 5 человек, а здесь будет 9 человек, и нажимаю старт, после чего мы все заходим внутрь. Вот. То есть, изначально, вот такой вот небольшой бах, но суть в том, те, кто будут без клана, то есть, они будут внутри, первые 4 человека, они будут внутри, но они будут без клана, они не получат награду, и им не засчитается клан-инстанция. Они просто помогут, вы просто пройдете клан-инстанция в 9 человек. Вот такой вот бах имеет место, но это, ну, я так бы сказал бы, неправильный бах, нудный, и долгая реализация, вот это выгонять, принимать, ребятам время тратить, это в 9 человек, это просто, ну, бред полнейший. Значит, есть основной, скажем так, бах, фича. Да, кстати, я начинал еще говорить о том, что про смерти, да, и перескочил быстренько на этот. Значит, 3 смерти есть внутри, что делать для того, чтобы их было больше. Когда вы внутри находитесь, да, вот в самом, вы в инсте, именно прям уже внутри, фармить у вас есть 3 жизни. То есть, вас там убивают, и у вас тратится жизнь. Что сделать для того, чтобы у вас не потратилась жизнь? Всего лишь навсего, когда вас убили, вы берете, выключаете интернет. Заново запускаете, у вас перезагружается сеть, грубо говоря, вы заходите, и вам смерть не засчитывается. То есть, вы появляетесь, но вы так можете делать бесконечно. То есть, бессмертные, грубо говоря. Ну как, не бессмертные, но бесконечное количество смертей. Всего лишь навсего нужно перезагружать интернет. Для того, чтобы не тратить попытки смерти. Вот. Это вот один из основ, скажем так, тоже фарма. Дальше. Для фарма лаборатории. Что нужно обязательно? Должно быть понимание того, что босс по каким-то непонятным причинам не считается монстром. Он ПВП персонаж. То бишь, на него работает все точно то же самое, что и на ПВП. Да? Значит, всем обязательно нужно иметь вот такого аспида. Вот. Дракон урагана. Ну здесь он просто ашный. Я чисто для показа его купил. Это на твинах, на которых мы не проходим. Это чисто для снятия видео. Значит, есть шанс 16,7% тяжелого урона, а также при этом возможность кровотечения на 3 секунды продолжительность. 3 секунды. Кровотечение наносит урон в процентах. Здесь, например, на синем драконе 40 уровня 0,9%. На золотом примерно 150 уровня там 1,5% в секунду. То есть, 4,5% за раз. Вот. Значит, вы будете убивать в лаборатории босса чисто через этого аспида. Он наносит урон в процентах. То есть, соответственно, все 5 человек должны иметь вот такого дракона урагана. Дальше, учитывая, что это пвп монстр, босс, вам всем нужны руны рубины. Вот такие вот, руны выносливости. Если доступны желтые, пускай будут желтые. Если красные, вообще супер, красные. То есть, я даже, зайдя вот своим маленьким персонажем и дойдя до босса, он мне будет бить 8 раз в экзо. И если вам нужно для фарма именно лаборатории, рубины везде. В экзо, в эндо и даже в размещении. В размещении особенно. Потому что, если у вас умирает размещение, вы не наносите никакого дамага боссу, если вы маленький уровень. То есть, весь ваш урон наносится благодаря тому, что размещение бьет по боссу и срабатывает аспид, который травит именно в процентном соотношении хп. Вот это основа именно такая. Далее, сам фарм. Как выглядит изначально к боссу в лаборатории. Но опять-таки, я не покажу, здесь, к сожалению, у меня близнецы попались. Но как происходит? То есть, вы все не заходите. То есть, если это лаборатория, например, и вы собрались фармить ее в 5 человек, главу перекидываете на самого слабого, я не знаю, либо воина, ну, на кого-то вот такого, который и быстрый, и плотный с экзо, например. Что он делает? Он забегает внутрь. То есть, он нажимает инстанц клана, войти, никто не заходит, только он один. То есть, здесь один из пяти, он нажимает старт, он заходит внутрь. Собирает всех монстров в центре. То есть, это лаборатория, там 9 комнат, если я не ошибаюсь. Он собирает в центре, потом идет вниз, собирает, он собирает всех монстров по кругу, после чего говорит, чтобы его напарники заходили. Они заходят, и пустые комнаты стоят с кристаллами. И они убивают три нужных кристалла, после чего заходят в центр и фармят именно босса. В это все время глава вводит монстров. Они сагриваются на первого человека, кто к ним подошел, и тому подобное. И от него они не уходят уже. То есть он их просто в одной какой-то комнате кругами вводит. Например, даже я слабенький, вот здесь монстры есть, и просто он их кругами вводит. Ну, где-то, в принципе, просто что здесь, видите, немножко получается, что персонаж не подготовлен, и как быстро умер. А в лаборатории ты кругами набегиваешь, то есть ты не возвращаешься, не крутишься, а ты именно круги наматываешь по большому кругу, и все. И они тебя не убивают абсолютно. Просто-напросто. То есть основа фарма, то, что вы должны понимать, это то, что при смерти вы перезаходите, то есть рестарт делаете, вам не тратятся попытки. у вас обязательно должен быть аспид на вот процентное сжирание хп, скажем так, и в обязательном порядке у вас должны быть рубины. Тогда босс не убивает вас там с трех ударов, да, по-моему, экзо, эндо и основа по удару. Если у вас рубины, он наносит вам там 16 ударов, к примеру. Также очень хорошо, когда маги берут принцесс, чтобы вязать босса, и тот, кто на ком босс, он бегает круги, наматывает вокруг босса, для того, чтобы танковать, и периодически просто дает удары с руки. В принципе, можно скиллы не юзать, просто удары с руки достаточно для того, чтобы активировалось размещение, и размещение наносило хотя бы какой-то удар. При этом срабатывали отравление от аспида, аспид сжирал босса, ну и, соответственно, так все происходило. Маленький нюанс, то, что на 3 миллионах хп босса появляются кристаллы, которые регенят хп, наносят, дают ему бонус к урону, бонус в защите. Вы сразу же в обязательном порядке все бросаетесь на тот кристалл, который регенит хп, он зеленый, если я не ошибаюсь, он зеленого цвета. Вы все набрасываетесь на этот кристалл, быстренько его сносите, и у него не отрегенивается очень много хп, и дальше продолжаете бить босса. Босса берете в замок, моба вы игнорируете, просто бегаете, если вас убивают, делаете рестарт. Все, весь фарм. В принципе, при хорошем раскладе фарм занимает примерно 5-7 минут. Даже персонажами, которые совершенно недостаточно прокачаны для такого босса. Вот мы недавно проходили 20-й, 20 звезд, в принципе, прошли за 6 минут, но я вам скажу, там мощность была у ребят 3-4 миллиона, то есть, в принципе, я думаю, вы понимаете, что этого недостаточно, хотя, в принципе, это немало. Но можно пройти и лям, полтора, 600, ребята проходят вообще с таким мизером мощи, просто пользуясь тем, что делают рестарты для бесконечной жизни и аспиды прокачаны. То есть, они берут специально, находят золотого аспида вот этого, качают его хотя бы до 100-го уровня, и он там отлично сжирает хп. Вот и вся вот фишка, скажем так. Первый бах на 9 человек в инстанции, но это бредовый, я считаю, он бессмысленный и глупый, скажем так. Второй бах основной это то, что рестарты дают вам жизни. И третий бах это то, что босс, он пвп персонаж, он не монстр. И на него работают все те же фишки, что и в пвп. То есть, вы берете этого аспида на хп и берете рубины. Все. В принципе, я думаю, что, ну, как бы объяснил, плохо то, что на пальцах, но может когда-нибудь сниму именно конкретно видео, для того, чтобы понимать более как-то конкретно. Но я думаю, и той информации, которую я вам дал, уже и так предостаточно, если вы понимаете хотя бы немножко в игре, то эта информация для вас будет очень даже ок, я считаю. Если что, пишите еще вопросы в комментариях, если какие-то баги дополнительные знаете, пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok